Ремню все возрасты покорны. В пятницу сотрудники госавтоинспекции провели масштабный рейд у одной из вановских школ. Проверяли, пристегиваются ли водители ремнями безопасности и правильно ли перевозят своих детей. Если говорить о статистике с участием в ДТП несовершеннолетних, то в 2016 году произошло снижение основных показателей. Так было зарегистрировано 75 дорожно-транспортных происшествий. Если сравнить с аналогичным периодом 2015 года, то произошло снижение на 24%. 39 детей пострадали, будучи пассажирами. В трех случаях дети перевозились без детских удерживающих устройств. Как известно, автомобиль – средство повышенной опасности. Автокресло может спасти ребенка даже в серьезном ДТП. Многие автолюбители это понимают. У меня трое детей. Я утром ехал в садик и в школу отвожу. Ну, по-моему, потому что каждый в другой стороне. Ребенок еще маленький, кресло есть для него специальное. Вот когда он со мной всегда с креслом в заднем сидении. Обилие новшеств в законодательстве многих водителей запутало. 1 января новые правила, да? Какие? Какие лет можно, я думаю, где задерживаю кресло? С 12. Речь идет о законопроекте, который только готовится к рассмотрению. Согласно ему, детей с 7 лет можно будет перевозить на заднем сидении автомобиля с использованием только штатных ремней безопасности, без кресла. Была информация, что он вступит в силу с 1 января. Но нет. Действуют прежние правила. В соответствии с действующим законодательством, ребенок должен переводиться в детском удерживающем устройстве до 12 лет. После 12 лет ребенок уже может садиться на переднее пассажирское сидение, но обязательно должен быть пристегнут ремнем безопасности. Вообще пассажиры в транспортном средстве, даже на задних сидениях, должны быть пристегнуты ремнями безопасности. Как выяснилось, в ходе рейда водители о безопасности своих чад пекутся. Порой даже больше, чем о собственной. Из десятков проверенных машин только в одной ребенка перевозили без кресла. Зато инспекторы составили 10 протоколов за непристегнутых взрослых. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново.